Индекс доллара США на американских торгах смог скорректировать свое движение после публикации протокола с августовского заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС. Участники рынка остались довольны содержанием документа, который отметил готовность регулятора повысить процентную ставку дважды в этом году. Именно поэтому спрос на господствующую мировую валюту вырос, однако рост ее был по-прежнему ограничен. Завершил американские торги индекс доллара США вблизи уровня 95.40. На данный момент трейдеры с большим трепетом ожидают пятничного выступления главы ФРС Джерома Паула после высказанного недовольствия Дональда Трампа в адрес работы Паула и жесткой политики Федрезерва. Несмотря на сдержанность индекса доллара США, американская валюта смогла частично восстановить свои позиции на азиатской торговой сессии. График пары доллар США и иена приблизился к отметке 111.00. Стоит отметить, что участники рынка также пребывают в ожидании итогов встреч официальных представителей США и Китая. Тем временем свое стремительное падение продемонстрировал австралийский доллар. Пара австралийский доллар против доллара США приблизилась к отметке 0.7280. Причем главной подавляющей силой послужили внутриполитические события. Стало известно, что премьер-министр страны Малкольм Тернбул потерял поддержку в партии после того, как три ключевых члена кабинета, в том числе министр финансов Австралии, ушли в отставку и призвали к заседанию законодательной либеральной партии в поддержку конкурента Тернбулла Питеру Даттону. Тем не менее, как предполагают эксперты, снижение конкурентов доллара США будет ограничено, поскольку господствующая мировая валюта может пребывать под давлением до выступления Джерома Паула, которое состоится завтра.